Сегодня работники районного общества охотников и рыболовов используют все средства для предотвращения заморов. Основные – это обустройство на водоемах майн и продухов. Для того, чтобы кислород лучше проходил в воду, подходят и лунки, в которые вставляют связки сухих стеблей. Особого повода для беспокойства нынешней зимой, как выяснилось, нет. Лишь Палецкое озеро вызывает определенную озабоченность. Оно слишком мелкое. Мы просим рыбаков помогать, приносят им работники наши, приносят прямо уже готовые снопы, что порыбачил, ставь его туда, в свою лунку, иди с Богом домой спокойно. Ну и ведь тоже на такой глубине, глубина озера средняя полтора метра, а площадь достаточно большая, там торф, там выбросы вот этих ядовитых всяких болотных газов, метана и прочие дела. И, в принципе, конечно, возможно замор в этом году на таких вот водоемах. А на проточных, я думаю, что будет все нормально. История, которая была в 2002 году, вернее, в 2003 году, не должна повториться. Тогда и даже на Рыбинском водохранилище были жуткие заморы. На Можайском, на Рыбинском, на всех. Ну, тогда была дикая засуха. Засухи в 2009 году не было. Болота, питающие водную систему района, успели наполниться водой. Поэтому промерзнуть до дна водоемы, особенно проточные, не должны. Значит, рыба будет жить. Подпитка идет, и подводные ручьи текут, ключи есть, речки не пересыхают, не перемерзают, и в проточных водоемах рыба останется нормальной. Ну, а вот на Польском озере, что можем мы делать? Ну, у нас там и рыба-то такая, которая фактически замором не подвержена. Карась, и он спит. Единственное, вот карп может рано всплыть. Среди видов, уязвимых перед сильными морозами, еще и щука. Однако рыба эта весьма плодовита и быстро восстанавливает свою численность. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.